Ибрагим Ильянов Ибрагим Кадыровцев в Украину. Перед этим сам Рамзан Кадыров выступил с обращением, в котором призвал Зеленского извиниться, почему перед Владимиром Путиным, а не перед собой. Я не знаю, я не академик, я в таких тонкостях не разбираюсь, но давай это оставим. Шутки в сторону. Первый вопрос. По информации по твоим каналам, сколько приблизительно, я понимаю, что источность до одного штыка назвать не можешь, но приблизительно сколько их туда направили с учетом того, что всего у Кадырова 20 тысяч войск его личной гвардии? Какую же часть он туда выделил? Нет, все правильно, Юра. По точностью определить штык в штык невозможно, но отправил он туда большое количество. Отправил. Почему? Потому что ему надо выслужиться же перед Путлером, отработать эти миллиарды, 300 миллиардов, которые он зарабатывает. Еще плюс сейчас пойдут. Просто мне, я хочу уточнить, вот тем, которым он отправляет вот туда этих своих, этих, каких там, наемников или каких там. Я не знаю. Я слово подобрать уже затрудняюсь. Я тоже не знаю, они кто. Они российская армия, советская армия, кадыровская армия, какая армия, я их не знаю. Абсолютно. Ибрагим 5 баллов, потому что мы об этом уже сегодня весь день беседуем, что украинскую армию называют террористами, но это означает, что поскольку их не признают воюющей стороной, это означает, что туда вошла банда разбойников. То есть, единственное слово, я прошу прощения, дорогие чеченцы, но вы туда вошли в качестве абреков. Извините, но это вот так оно и есть. Вы туда вошли банда разбойников. Юра, Юра, я тебя поправлю. Фактически, если вот со многими чеченцами, с кем общаюсь, с кем говорю, многие недовольны, это вошли именно бандиты, а не чеченцы, понимаешь? Значит, это бандиты вошли. Бандиты под знаменем, под портретами Путина, под портретами этого самого Кадырова, старшего и младшего, под их портретами эти люди пошли воевать. Ну, это бандиты, их люди не будем называть. И самое интересное, вот туда он, вот он там же парад сделал, там столько вытащил их людей, самых приближенных он туда не отпустит, Юрий. Опа! Поподробнее, вот с этого момента максимально поподробнее. То есть у него есть, если я тебя правильно понял, ближний круг своих нукеров, которых он не тронет ни при каких обстоятельствах. Кого же он туда отправил? Вот, это крайне важный момент. Кого? Юра, самых вот таких приближенных он, я извиняюсь за мой английский и французский, даже Вова Путин буквой ЗЮ станет, он их не отправит, потому что ему своя, как его, задница ближе, понимаешь? Поэтому он в жизни не отправит близких. Почему? Потому что он останется оголенный, и тогда ему придет самому конец, понимаешь? Но конец их не близок. Вот в связи с тем, что вот они сейчас, вот эти бандиты, бандиты с Российской Федерации зашли, это не армия, это бандиты, на самом деле бандиты, зашли вот в Украину, это, это конец империи. Это конец империи. Будет вот, я тебе сто процентов убежденно убеждаю, что конец будет. И вот конец, вот, и плюс еще до меня, вот, знаешь, вот, вот мысль такая дошла, а не специально ли Кадырова туда пустили? Надоел, чтобы не твоя же дела. То есть, стоп, ты хочешь сказать, что уже Кремль недоволен его слишком разросшейся армией, и он ее хочет проредить, как косой на лугу? Так что получается? Вот, все правильно. Да-да. Опа. Я уверен в этом. Интересно, те кто пляшет. А что, со 140 миллионов России, миллионную Чечню оттуда будут гнать, что ли, всех? Других местов не нашли, что ли? Просто чистка. Самая вот эта армия, его надо оголить сейчас. Оголить, потому что Путин, это все. И те, которые вокруг Путина, вот эти его генералы, вот эти ФСБшники, ГРУшники, ты и я, мы все прекрасно знаем, что они его не любят, правильно? Так я тебе больше скажу. Вот за несколько часов до нашей с тобой беседы я разговаривал с Сергеем Жирновым, который просто сказал, что по сути дела Путин боится трех человек. Это Синь Цзиньпиня, Эрдогана и Рамзана Кадырова. Причем на первом месте по страху это Рамзан Кадыров. Тогда это все четко укладывается вот в логику развития событий, поскольку Путин слово Кадырову поперек сказать не может. Вот та наглость, после которой он выступал, что мы с Путиным поговорили и я решил. О, вот эта фраза, и я решил. Все четко тогда ты поставил точку в этой логической цепочке, получается. То есть это прореживание армии Кадырова. Обалдеть. Вот это интересно. Через мясорубку, украинскую мясорубку. То есть он их бросит на передок, что ли, надо понимать? Так, а так их будут бросать. Это на устрашение. Путин хотел, знаешь, вот Путин и его бандиты, у них план был. Вот этот Алина Вод, вот этот Шойгу, у них был план. Вот там некоторые люди говорят, у него план 4 дня, одни говорят, 10 дней Украины закончить. Нет, он действительно хотел в течение 24 часов Украину на уши поставить. У него этого не получилось, понимаешь? Я извиняюсь, но он обкакался, понимаешь, Путин в этом направлении. И сейчас он уже, чтобы пустить страх перед мирным населением, понимаешь? Вот злой Чечен идет, вот кадыровцы идут, вот сейчас вас будут утюжить, понимаешь? Вот страх загоняет. И он их пустит, он их пустит на самую передовую вот этих, он пустит кадыровцев, понимаешь? Пустит. Ему наплевать сотнями, тысячами кадыров будут отправлять туда, их будут уничтожать. Будут ли Путину наплевать на этих чеченцев. Просто вот чеченцы, здравомыслящие чечены, вот которые чеченцы Европы там, в России, которые живут, они это все прекрасно понимают, но ничего, Юра, не могут сделать. Они находятся в диктатуре, понимаешь? Они загнаны в угол. Я вот сейчас только перед тобой разговаривал с людьми, есть информация, это достоверная информация, вот даже контрактники есть, которые служат в российских армиях, да? Они сейчас пишут заявление, не хотят идти в Украину, не хотят. Их пихают туда, Юра, не пускают. Обманным путем солдат вывозят туда, в Украину, якобы учения там или еще что-то, понимаешь? Люди не хотят воевать. Люди, действительно, люди не хотят воевать. А вот такие отморозки в лице Кадырова, в лице вот этих Путиных, вот этих Шойгу, в лице такого вот, фактически эту войну, вот эту войну, третью мировую войну, как бы там мы ни говорили, фактически ее развязал Путин, и такой есть министр иностранных дел империи зла Лавров. Вот эти два идиота развязали мировую войну, понимаешь? Она будет, вот смотри, как бы вот не говорили, давай будем говорить правду, какая бы она горькая ни была. Путин в Украине не остановится, его цель дальше. И он вот, он загнан в угол, его загнали в угол, вот он в углу находится, ему деваться некуда, со всех сторон его зарубили, понимаешь? Экономический, политический он труп, правильно? Да. И сейчас у него единственный остался выход, и он эту кнопку нажмет. К большому сожалению, я не сторонник этого, я противник этого, но эта тварь нажмет эту кнопку, ты увидишь, он нажмет ее. Не зря он Чернобыльскую автонационную станцию захватил. Нет, а ты понимаешь, тот дело даже не в Чернобыле, тот дело в том, что вот информация, полученная от тебя, она очень четко укладывается в то, о чем мы час назад говорили с Гарри Юрием Табахом. По его информации в Кремле рассчитывали через 4 дня уже завершить информацию. Все. Но уже на второй день стало ясно, что о Блицкриге можно забыть. И именно на второй день бросили кадыровцев. Следовательно, если бы ты ошибался, то тогда бы кадыровцев бросили бы после так называемой победы для того, чтобы пугать местное население. Злой Чечен ползет на берег, тихо точит свой кинжал. Бессмертный Михаил Юрьевич Лермонтов. А их бросили на передок. Это действительно получается операция прореживания. Потому что, правильно, Путин вначале бросал действительно российские части по принципу бабы еще нарожают. А это он бросает их. Очень интересно. И все, друзья мои, вот она логика. Вот все, так сказать, круг замкнулся. Вот план есть. А опять же, по информации Табаха, цель Путина – это посеять панику среди мирного населения. Вот сегодняшняя информация прошла. Из РСЗО «Ураган» обстреляли в Сумской области детский сад. Вот я не знаю. Это вот до какой? До какой степени моральной деградации можно дойти? А с другой стороны, тот же Табах сказал, опять же, по его инсайдерской информации, что высокоточное оружие заканчивается, будут знать, что тюжить градами. И я не исключаю, что возможно применение тактического ядерного оружия сверхмалыми зарядами для морального подавления. Вот и все. Юра, знаешь почему? Ибрагин все правильно сказал. Все это, Юра, знаешь, все это происходит на фоне, на фоне трусости. Трусости, понимаешь? И замедленности вот этой Европы и Америки, понимаешь? Они, они это все сделали. Они вот даже, вот смотри, так же было и в Грузии. Они в Грузии наставили, говорили, о, мы поддержим, мы поддержим, поддержим. Один на один оставили. Все. Так же сейчас вот эту Украину бедную оставили один на один с этим Путлером, понимаешь? Вот все это, вот эта вся ошибка, вся ошибка вот этих европейцев. Я не говорю народ, вот это руководство, есть политиканов вот этих. Я их не политиков называю, а политиканы. Вот европейские политиканы, американские политиканы, вот они виноваты. Они его создали, понимаешь, этого Путина. Они его возвысили, понимаешь? В свое время, в свое время, еще когда была Вторая Отечественная война, весь мир тогда проспал, такое явление Гитлер, понимаешь? Проспали его, понимаешь? И вот технично он поднялся, помнишь, да, вот историю его? Как он поднимался? Все проспали, все проспали. И сейчас вот, в это время, сейчас то же самое, весь мир проспал. Вот этого нового, современного Гитлера по имени Путин. Все, вот он стал Гитлером, он стал Гитлером, он стал Сталином, понимаешь? И он их, и этого Гитлера, я себе и раньше на передачах говорил, да? Он перешагнет и Гитлера, он перешагнет и Сталина. Почему? Потому что у тех двоих не было атомного оружия, не было сверхъестественного оружия, понимаешь, Юра? Который больше принесет ущерба миру, понимаешь? А у этого есть атом, и он применит этот атом, он применит, ему деваться нет. Но есть единственный один выход, один выход. Если сейчас экстренно Европа, Америка, весь мир, я не беру Европу, Америка, беру весь мир, потому что весь мир пострадает от этого. Если сейчас они не объединятся и не найдут какой-то выход, понимаешь, против него, он его применит. И самое главное, единственное, еще есть один вариант. Если его приближенные именно в России, вот достойные, честные, я хочу сказать, я не знаю, остались там еще достойные офицеры, понимаешь, в России, которые честь мундира дороже, чем деньги Путина и за портрет Путина ходить умирать. Хоть один там найдется, который утилизируется. Да я смешнее скажу, найдутся ли те, у кого сработает инстинкт самосохранения. Между Путиным и Гитлером три большие разницы. Вот ты не прав. Ты говоришь, Путин это Гитлер. Нет, три разницы есть. Первое. Гитлер все-таки воевал в Первую мировую и заработал ефрейторой два железных креста. Этот не воевал нигде. Второе отличие. Гитлер носил усы и был волосатым. Этот усы не носит и волосатым он является не совсем. Но главное, третье отличие. Когда Гитлер уже понял, что все кончено, он нашел в себе силы застрелиться. Этот не найдет. Отдавать приказы, убивать других. Просто ты сам нажми на курок. Родимый. Нет, Владимир Владимирович. Духу у вас не хватит. А пора бы. Как говорится. Извини, Ибрагим. Да, да. Юра, то, что у него усов нет, то, что у него волоса не растут. У таких, как он не растут ни усы, ни волоса. Он недостойный. Понимаешь? И то, что я его сравнил с Гитлером. Нет, я его не сравнил. Я его считаю еще хуже, чем они. Понимаешь? Еще хуже. Это сейчас начало такое. Вот это начало. Мы ждем продолжения. Ты видишь, он заявил, даже вот предъяву сделал. В Финляндии, Швеции он предъяву сделал. Если ступите НАТО, я вам покажу. Это же угроза. Это шантаж. Понимаешь? Он уже весь мир шантажирует. Все. Он, я же говорю, криса, которую загнали в угол. Понимаешь? Она вот сейчас когти выпустила. И вот это самое, что есть опасность у этой вот зажатой крисы в углу. У нее есть вот эта не черная, а красная кропка. Понимаешь? Вот чего народ весь мир боится. Понимаешь? Не хотят люди вот этой атомной войны. Но он ее сделает. Вот в чем опасность. Вот в этом надо. Я бы вот еще, пользуясь случаем, вот там говорили, вот там, вот этот парень, да, вот этот Зеленский, да, вот президент Украины. Вот он там, я, ну, комментарии там читаю, многие там дезинформации идут, особенно на российских каналах, что вот он сбежал. А красавчик? Он не сбежал. И семью он не вывез. Нет, он красавчик. Это храбрый человек. Да, вот и вот он остался. Посмотри, там сказали, все руководство Украины сбежало, нет, все на месте. Даже Кличко, пацан вот этот есть, вот этот боксер, молодец, красавчик, остался. Посмотри, я вот сейчас смотрел, футболисты Киевского Динамо, все в военной форме, с оружием в руках. Боксер Усик, парень, молодец, одел военную форму, стал защитой своей Родины. Будут защищать свою Родину люди. Не надо смотреть на национал-предателя, она есть везде. Я вот, вот, знаешь, вот, я не хочу, вот, когда вот говорят, вот, чеченцы, 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 бедный народ. Не надо, это кадыровцы, это путинисты пошли. Это путинисты кадыровцы. Они никакого общего не имеют с чеченским народом, с бедным чеченским народом. Сегодня очень много чеченцев стоят на стороне Украины, в родах украинской армии в Украине. Сегодня там многое находится, ребят. И они не приветствуют это. И вот здесь, в Европе, и в Турции, везде многие чеченцы не одобряют вот этого демарша, вот этого Кадырова и его банды, понимаешь? Далеко не надо ходить, даже вот наш, вот этот так называемый Ингуш, он не Ингуш, Евкуров, он же там сейчас участвует. Вот эти все диверсионные, вот эти движения, он командует бездарно. Он был бездарный генерал, он был бездарный руководитель, понимаешь, Ингушской республики. И его бездарное действие, вот сейчас же мы видим результат в Украине, как его этих диверсантов украинцы хлопают, как утюжат его. Вот на таких идиотов и держится Путин, понимаешь? Вот такие идиоты идут убивать чужих людей, захватывать. Вот в чем логика, понимаешь? Вот эта банда, понимаешь, они одевают, как их там, герои России, генеральские погоны, понимаешь? Им дают это, дают налево-направо, чтобы заслужить генеральское звание. Сколько поту надо пролить, сколько лет надо прослужить. Я согласен с тобой полностью, Ибрагим. Но завершая наш разговор, я хочу обратиться к народам Кавказа, к россиянам, вообще ко всем россиянам. Это не ваша война. Нех, любыми путями уходите от этого, а мобилизация будет. А куда ему деваться, Путин? Ну, кинул он, вот Ибрагим вам доказал, кинул он вот этих кадыровцев просто для того, для своей, решая свою локальную задачу, проредить его личную гвардию. Вам это зачем? Вам это зачем? Объясните, я может пойму. Ибрагим, ну скажи ты, у меня уже слов нет. Я, вот уже мы с тобой много передач делали на эту тему. Мы просили, мы обращались к этим людям. И ингушам, и к чеченцам, и к кавказцам, и к россиянам. Ко всем обращались, чтобы не шли. Это мы же говорим. Опять, и опять же утверждаем, что это не ваша война. Это прихоти Путина. Хотелки Путина, понимаешь? Это хотелки Путина. Он защищает свою жизнь, себя, себя. Он все, он, он, он мертвый человек, понимаешь, Юра? И эти люди за кого идут умирать? А вот это я не понимаю. Не надо идти за него умирать, не надо. А те, которые идут сознательно, сознательно, которые идут, это такие же твари, как и Путин. Понимаешь? Согласен. Тогда ищи место там. А больше их никак не назовешь. А тех ребят, тех ребят, вот я там смотрю, плененые есть там в Украине, да? Вот российские солдаты, ну молодые, вот эти ребята, которых отправили под приказом. Я бы хотел, чтобы, я уверен, что руководство Украины будет смотреть на это тоже. Где солдат, бедолага, которого отправили туда, и где срочник там, наемник там, вот это, террорист. Они это, все это разберутся. Но я хочу сказать украинцам, удачи вам. Вы боретесь со злом. Со злом, с которым боится воевать весь мир. Удачи вам. Согласен. Присоединяюсь полностью. И поэтому слава Украине. Спасибо, Ибрагин. Ибрагин.